Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Ольга Семенова. И вначале коротко о главных темах этого дня в республике. Жители одного из многоэтажных домов в центре Абакана боятся этой весной утонуть в собственных квартирах. На крыше действительно очень много мест, где собирается влага. Чтобы как-то защититься от нее, сделят целлофан. В Хакасии проходит медицинский симпозиум, на который съехались врачи со всей России и ближнего зарубежья. Главная тема – увеличение продолжительности жизни мужчин. Ряд операций, запланированных сегодня, являются уникальными для нашего региона, впервые проводятся. В республике прошли традиционные тренировки поисково-спасательных групп по беспарашютному десантированию. Для нас это очень важно, потому что очень часто бывает, что такая работа, где по вертолету подсесть негде, а надо показать помощь пострадавшим. Жители одного из многоэтажных домов в центре Абакана боятся этой весной утонуть в собственных квартирах. Причина – некачественный ремонт крыши. Катерина Ярушина пообщалась с жильцами и убедилась, чужие ошибки дорого обходятся. Трехэтажка на Чертогашево 110 построена больше полувека назад. В 2016-м дом пережил первый этап капремонта. Подрядчики заменили крышу почти на 2 миллиона рублей, убрали шлак и укрепили на стил перекрытие, минплитой и утеплителем. Теплозащита должна была составлять не менее 20 сантиметров. Тонуть мы в квартирах стали сразу. Вот у нас в октябре закончился ремонт, первый дождь октябрьский, когда пошел, и затопило. Вот у меня лично в моей квартире побежала над подоконником. И так хорошо побежала, что у меня все стены мокрые были. Сразу вызвали, пришли, вроде в тот раз и капремонт пришел, и все. Нашли там, где бежит, значит капает. Устранили как? Постелили под проблемными местами. Целлофан. То есть, чтобы оттуда бежала, а вниз не пробегала. С тех пор, каждую весну и осень, ситуация повторяется. Активисты сделали экспертизу и написали жалобы в ЖЭК и Минстрой Хакасии. Управляющая компания сменилась. Новая реванш теперь требует денег жильцов за очередной ремонт крыши. Крыша сделана правильно. Но вопрос-то никуда не ушел. А почему тогда она бежит у нас? Если она сделана правильно, почему у нас топит-то? Говорят, конденсат. Почему у нас лед, конденсат? Почему? Это от чего? Почему у всех идут прямые дожди, а на нашу крышу косые? Сейчас руководство ЖЭКа в отпуске. Не прокомментировать нам ситуацию, не помочь людям не может. А из жилищного надзора пришел подтверждающий опасение людей ответ. При замене перекрытия допущены ошибки. Теплозащита тоньше норматива. Чердачное перекрытие по всей площади крыши состоит из существующей доски настила. Пароизоляция один слой. Утеплителя минплита 150 мм. Ветрозащитная пленка. Над 20-й квартирой имеются участки наледи, изморозь. Наша съемочная группа залезла на крышу. Почти на каждом шагу наледи лужи. Даже под кровлей при стыке с пропетом скопился лед. На тех участках, где окон для проветривания больше, сухо. А если отдушен мало, поверхность вообще не просыхает. На крыше действительно очень много мест, где собирается влага. Чтобы как-то защититься от нее, сделят целлофан. И вот здесь один из таких ярких примеров. Как мы видим, лед еще не растаял где-то местами. А где-то уже достаточно сильно занял поверхность. Жители дома уверены, что платить деньги ЖЭКу за чужие ошибки они не должны. Поэтому готовят жалобу в прокуратуру. Катерина Ярушина, Руслан Шелгынов, РТС. Следственный комитет проведет проверку по факту жестокого обращения с детьми в Абаканском мини-детсаде «Мое солнышко». Эту историю мы рассказывали еще в начале февраля. Родители полутора годовала девочки обратились в полицию с жалобой на кровоподтеки и ссадина на руках ребенка после посещения детсада. Воспитатель призналась, что малышку, скорее всего, тянули за руки, но предоставить видеофиксацию директор отказалась. В ходе проверки полицейские не усмотрели физического насилия в действиях воспитателей. Как сказал отец пострадавшей девочки, на опрос их не вызывали и не просили предоставить справки от врачей. Материал дела передан в Следственный комитет. Общественная сила в Хакасии прошел 10-й форум некоммерческих организаций и гражданских активистов. На площадке поднимали актуальные вопросы, а также подвели итоги конкурса «Общественное признание». В числе победителей журналисты РТС Ольга Барловская расскажет. Юбилейный форум НКО развернулся на базе Хакасского технического института. Большой зал еле вмещает участников. И это лишь часть людей, которые помимо основной работы берут на себя общественную нагрузку. В Хакасии десятки организаций социального, патриотического, спортивного и экологического направлений. Я рад, что у нас действительно такое большое количество людей, которые объединяются в инициативные группы, в некоммерческие организации. И занимаются важной социально значимой деятельностью, благотворительностью. Помогают обществу в целом. И для республики это, конечно, очень важно. Подведены итоги конкурса «Общественное признание». В номинации «Социальные СМИ» победитель – корреспондент телекомпании РТС Ольга Камзалакова. Вот уже пять лет она делает авторскую рубрику «Жду маму», благодаря которой многие дети из детских домов обрели семью. В числе победителей Ирина Шкерманкова и ее семейная академия. На базе библиотек Черногорска реализуются проекты по чтению и досугу. Желание помогать людям, потому что самая главная целевая наша аудитория – это молодые семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Хочется, конечно же, немножко дать частицу тепла и, может быть, как-то разнообразить их жизнь, разнообразить их досуг. Специальный приз за фильмы о знаковых людях и местах Хакасии – кинорежиссеру и оператору Юрию Курочке. «Через наши фильмы мы показываем красоту, уникальность нашей земли, нашей природы, нашей культуры, нашей истории. Мне интересно, и мне кажется, с нашими фильмами людям тоже интереснее жить». Развернуты дискуссионные площадки по социальной сфере, добровольчеству, экологии. Пленарка на тему партнерства, власти, бизнеса и общества. Валентин Коновалов отмечает важность открытого диалога и называет НКО «движущей силой развития общества». В этом году их финансирование увеличено вдвое. Вместе будут работать над реализацией национальных проектов. От форума ждут и новых гражданских инициатив. «Вот прежде всего я хочу сказать, это будет нацелено на наши дальнейшие дела, серьезные дела. Это по национальным проектам. Контроль за исполнением национальных проектов. Это чтобы это была действительно эффективность. Это все средства, которые огромные, будут выделены в республике Хакасии, не должны быть использованы по назначению. И, естественно, ждем эффекта для улучшения, прежде всего, жизни нашей республики». Ольга Барловская, Андрей Доржу, РТС. Привлечение в Хакасию средств федерального бюджета и участие в национальных проектах – главная тема сегодняшнего разговора с Валентином Коноваловым. В предыдущих программах глава Хакасии подробно рассказал об отношениях с федеральным центром, снижении тарифов на вывоз мусора, развитии экономики и сокращении избыточных затрат бюджета. Заключительное интервью с Валентином Коноваловым по итогам 100 дней работы в должности смотрите сегодня на канале РТС, начало в 20.00. Продолжительность жизни мужчин – эта тема особо волнует российских докторов. Ей посвятили целый медицинский симпозиум, который проходит сейчас в Хакасии. К нам съехались ведущие специалисты со всей России и ближнего зарубежья. Как медики собираются бороться за долголетие, узнала Виктория Титова. Уже с утра в операционной республиканской больнице за здоровье пациента борется ведущий уролог из Новосибирска. Случай тяжелый. У больного рак предстательной железы. Оперировать пациента решено самым щадящим способом. На сегодняшний день самой современной методикой считается методика эндоскопическая. Когда больших разрезов не делается, проводятся небольшие проколы. Через эти проколы можно полностью удалить орган. И причем с большими шансами полностью навсегда избавить пациента от этого заболевания. С сохранением всех необходимых функций. За работой медика в онлайн-режиме наблюдают более 80 специалистов. Ведущие урологи, онкологи, хирурги и генетики со всей России и стран ближнего зарубежья. Все они приехали в Хакасию, чтобы поделиться и перенять опыт в лечении сложнейших заболеваний в области урологии. Сегодня запланировано 5 операций. Тазовая хирургия, увеличение мужского полового органа, операции на мочеиспускательном канале и другие. Живая хирургия транслируется в большой зал, где есть возможность задать вопросы оперирующей бригаде. Ряд операций, запланированных сегодня, являются уникальными для нашего региона. Впервые проводятся. Форум подобного масштаба в Хакасии также организован впервые и является шагом на пути к выполнению майских указов президента России, а именно программы 80+. Ее суть заключается в том, чтобы средняя продолжительность жизни в стране превысила 80 лет. Хотелось бы обратить внимание, как в Российской Федерации, так и в Республике Хакасия, разница продолжительности жизни среди мужчин и женщин более чем на 10 лет. А по майским указам мы с вами должны к 2024 году достичь уникальных цифр по продолжительности жизни, что для мужчин, конечно, потребует огромных вложений как общества, как самого населения, так и нашего здравоохранения. Сегодня средняя продолжительность жизни в Хакасии составляет более 70 лет. Здравоохранение республики и обеспечение населения полноценной медпомощью находится на высоком уровне. Это отметили и гости форума. Вот этот новый хирургический корпус для нас был, конечно, шок. Мы так немножко даже позавидовали, в каком высокотехнологичном, в таком современном клиническом корпусе проходит сегодняшнее данное мероприятие. Работа международного форума продлится в Хакасии несколько дней. Виктория Титова, Антон Михайлов, РТС. Энергетики вновь грозятся обесточить котельные в Хакасии. Объекты ЖКХ слишком много задолжали. В черном списке Черногорск, Аскизский и Устебаканские районы. В адрес пяти котельных уже направлены уведомления об отключении света. Энергетики планируют действовать поэтапно. 4 марта ведут технические ограничения, а к середине месяца объем подаваемой электроэнергии сведут к минимуму. Для тех, кто в небе, преград не существует. В Хакасии прошли традиционные тренировки спасателей по беспарашютному десантированию. Обо всем по порядку. Полина Назарова. Это виндокрылая машина, опора для спасателей. Когда простой транспорт просто не может подобраться к месту назначения, на помощь приходит вертолет МЧС. Гул вертолета и специалисты поисково-спасательных групп. Они ловко спускаются прямо с борта на землю. Эти люди – настоящие виртуозы в небе и на земле. Такая тренировка – оттачивание навыков. Чаще всего эвакуировать раненых или потерявшихся приходится в труднодоступных горах с глухой тайги. А еще беспарашютное десантирование помогает во время подтоплений. В данном мероприятии участвует 41 человек. То есть представители от разных отрядов, которые относятся к сибирскому региональному поисково-спасательному отряду. То есть западная Сибирь, тут Бердский, ПСО, Горно-Алтайский. Ну и мы, южно-сибирский поисково-спасательный отряд. И наши соседи, тувинский поисково-спасательный отряд. Спуск со сравнительно небольших высот – 18, 25 и 35 метров. Это позволяет максимально приблизиться к пострадавшему, чтобы оказать помощь. Чаще всего этим приемом спасатели пользуются во время пожаров или наводнений. Каждый год поисково-спасательные отряды со всей Сибири обмениваются опытом. Нет, не впервые. Это мы стараемся охватить вообще весь отряд по очереди. Там год одни, год другие. Это мы повышаем свою квалификацию, свои знания, умения. Каждый год обязательно приезжаем подтверждать свою квалификацию. И заодно мы обмениваемся опытом с нашими коллегами. Для нас это очень важно, потому что очень часто бывает, что такая работа, где по вертолету подсесть негде, а надо показать помощь пострадавшим. Поэтому важно грамотно и быстро спуститься. Тренировки проводятся перед началом каждого поводка опасного сезона. Например, в прошлом году она проходила на ИРГАКах. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. Борьба с недобросовестными работодателями, отстаивание прав сирот на жилье. Это основные темы заседания коллегии прокуратуры Хакайоси. Вне приняли участие заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский и глава республики Валентин Коновалов. Лекарственное обеспечение, достойное социальное обслуживание инвалидов и ветеранов. Защита интересов сирот. Вот лишь малая часть проблем, с которыми жители Хакайоси обращались в прокуратуру. Отстаивание прав идет по самым разным направлениям. Так, к примеру, только в прошлом году, благодаря вмешательству надзорников, работодатели погасили больше 220 миллионов рублей долгов по зарплате. Стабилизировалось положение на рынке труда в уровне безработицы до 1,4%. Поручаю прокурорам успеть своевременно, отслеживать все негативные процессы, не допускать социальной напряженности. Сегодня прокуратура Хакайоси подвела итоги прошлогодней работы. Среди участников расширенного заседания заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский, председатель Верховного Совета Республики и глава Хакайоси. От слаженности профессионализма и оперативности совместной работы сегодня действительно зависят безопасность и комфорт жителей республики. Благодарю вас всех за ваш труд ежедневный и граждан. Спасибо. С каждым годом количество обращений от граждан только возрастает. Жители Хакайоси все чаще прибегают к помощи органов надзора в надежде отстоять свои права. От 14,5 тысяч обращений, которые прошли в прошлом году, примерно процентов 25 или четверть их было удовлетворено. Это говорит о том, что доверяют органам прокуратуры, которые защитят нарушенные, по мнению обращающихся, их интересы, законные интересы и права. В этом году прокуратура продолжит работу в сфере соблюдения экологического законодательства, обращения с твердыми коммунальными отходами и подготовки к отопительному сезону. По мнению экспертов, эти вопросы входят в число наиболее актуальных для нашего региона. Оскар Артемонов, Станислав Колченаев, РТС. Завтра в Красноярске пройдет финальный этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019. Пакелоносцы стартуют в 12 часов дня от библиотеки Сибирского федерального университета и пробегут 11 километров по центральным улицам столицы студенческих игр. Будет организована прямая трансляция. Сразу после завершения эстафеты на открытом катке пройдет Unified Match. Это игра, в которой могут выступать известные спортсмены-общественники. А уже в эту субботу, 2 марта, состоится торжественная церемония открытия зимней универсиады. Весна в Хакасе обещает быть теплой, утверждают синоптики. Март порадует жителей республики солнечным небом и высокой температурой на градуснике местами до плюс 17. Март у нас прогнозируется теплым. Средняя температура в пределах нормы может быть на 1 градус выше нормы. По количеству осадков их ожидается небольшое количество, меньше нормы. Температурный режим в марте 1-2 декады. Ночные температуры минус 5, минус 10. Местами в горных районах минус 12, минус 17. Дневные температуры плюс 2, плюс 7. Местами до минус 5. В третьей декаде температура будет повышаться как ночная, так и дневная. Ночная минус 2, минус 7. Дневная плюс 2, плюс 7. В отдельные дни возможно повышение до плюс 17. В наступлении весны раньше всех чувствуют животные. В Абаканском зоопарке из зимней спячки вышли еноты. Галина Сергеенко побывала в гостях у пушистых постояльцев. Отошли от сонного состояния пушистики с легкостью. Их организмы автоматически перестроились в новый режим. Без вреда для здоровья. Наедые перед спячкой щеки почти ушли. Но стройнеть они не собираются, говорит методист зоопарка. И в их компетенции. Бывает в период ухаживания, когда наступает период размножения, вот здесь они немножко стройнеют, потому что много тратят энергии, сил на создание пары. Кормят постояльцев в зоопарке сытно. Еноты впадают в спячку примерно в начале декабря и просыпаются 2-3 раза за месяц. Причины просты. Им надоедает лежать, и зверки выходят погулять. Примерно на день-два. Затем снова засыпают. Сон у них не такой глубокий, как, например, у медведей, которые до сих пор не проснулись. Просто пушистики становятся менее подвижными и игривыми. А вот енотовидные собаки в этом году решили вообще не спать. У них лишь временно снизилась активность. Галина Сергеенко, Антон Михайлов, РТС. Сегодня четверг, а значит пришло время для нашей рубрики «Жду маму», в которой мы рассказываем о детях, мечтающих обрести любящих родителей. Меня зовут Вера. Мне 11 лет. Я живу в детском доме, но я живу не одна. У меня есть братик Илья, ему 9 лет. Я люблю свою сестру. Она очень добрая. Помогает одеваться, ходит самому на улицу, на кокок кататься. Смотри, чтоб я не упал. Вот она не за счет, и я ее за счет. Илья хороший мальчик. Он занимается всем. Ну, ходит делать поделки. Какая божья коровка цветом должна быть? Красная, черные точки. Черные точки. А где она у нас будет находиться? На листке. На листке. На листке. На листке. Я люблю заниматься рисованием, чтением. Люблю шить разные вещи. В начале строчки мы будем делать закрепку. Теперь стригаем лишнюю ниточку. Чтобы нитки не мешались. Семья – это когда рядом мама, папа, и они тебе могут помочь. Заботиться. Помогать, уроки делать. Сейчас у нас братом нет семьи, но нам бы хотелось... Быть в семье. Я в этом доме хорошо, но дома лучше. С мамой, с папой. Я хочу, чтобы у нас была мама, и она нас любила, а мы будем ее любить. Убить. О событиях в республике можно узнать и на нашем сайте tvrts.ru. Я на этом прощаюсь. Всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...